Родительство – это тяжелый труд, поэтому очень важно заботиться о своей нервной системе, вовремя отдыхать и снижать уровень стресса с помощью новых знаний о здоровье детей. И в этом вам поможет наша программа «Детский доктор» и я, ее ведущая, Татьяна Турлай. Оммм… Кстати, ребятки, а что у нас сегодня по плану? Смотрите в сегодняшнем выпуске. Проблемы с кровообращением головного мозга у детей и подростков. Что делать? Нерегулярное питание, когда ребенок питается, пропускает обед. Это тоже негативно влияет. Правильно выбираем детскую кровать и матрас. Опять же, он должен соответствовать возрасту и росту ребенка. Причины ухудшения зрения – эффективные упражнения для глаз. Мы должны повторять движения вверх-вниз. Максимально вверх, максимально вниз. Лишний вес у подростков. Как бороться? Раз. Раз. Возвращаемся на стол. Два. Два. Чтобы лучше слышать лор о здоровье ушей. Громкая музыка повреждает клетки внутреннего уха, которые отвечают за восприятие звуков. Знаете, чтобы быстро успокоиться, нужно всего лишь три минуты подышать. Говорят, что дыхание – это самое древнее лекарство, и оно влияет на мозговую активность. Интересно, а подтвердит ли это мой гость? Роман Петрович Лысенко. Врач-невролог. Лечит детей и взрослых. Стаж работы – 22 года. Отец двоих детей. Роман Петрович, здравствуйте. Здравствуйте. Приветствуем вас в студии нашей программы «Детский доктор». Сегодня попытаемся с вами легко разобраться в нелёгкой теме. Давайте расскажем нашим родителям, как дыхание влияет на мозг ребёнка. Если ребёнок больше проводит времени на улице, если он в спорте, то и кровообращение, и функция мозга улучшается. Если ребёнок находится в душном помещении, если он малоподвижен, то, наверное, и кровообращение, и функция мозга будет замедляться, и мозг будет медленнее. Какие причины могут повлиять на функции мозга ребёнка? На функции мозга ребёнка может повлиять и питание, и недостаточная физическая активность. Наверное, сон – как пересып, так и недосып. Перегрузка ребёнка или, наоборот, недостаточная умственная деятельность или умственная нагрузка ребёнка тоже может ухудшить. Я узнала перед нашим эфиром такое мнение, что сейчас у детей часто появляются мигрени. Хотя, казалось бы, это заболевание такого взрослого, мудрого человека, но, оказывается, у детей оно тоже есть. Почему оно появляется, и вообще как его лечить, и как оно проходит у детей? На самом деле и раньше это заболевание было, и оно не появилось ниоткуда. Просто в связи с тем, что улучшилась диагностика этого заболевания и пресловутое внутричерепное давление, оказывается, было маской мигрени. Мигрень у детей бывает даже у новорожденных, есть данные. Но пик заболеваемости у девочек – это 12 лет. У мальчиков бывает и в 4-5 лет. Проявляются в основном это достаточно сильными головными болями, проявляющимися по-разному. У кого-то раз в неделю, у кого-то даже раз в полгода или раз в год. Но это довольно интенсивные головные боли, нередко сопровождаются рвотой, светобоязнью, звукобоязнью. Достаточно тяжелые и требуют либо сна, либо потребности в рвоте. Это облегчает головные боли. Либо в обезболивающих препаратах. Какое на сегодняшний день существует лечение от детских мигреней? Как вы помогаете детям? В первую очередь питьевой режим. Пол-литр, полтора, два литра воды в день. Второе – это нормализовать режим сна. Чтобы ребенок ложился до максимум пол-одиннадцатого и спал 7-8 часов. Лучше 8 часов. Пересып – больше 10 часов. Недосып – меньше 7 часов. Может провоцировать, усиливать, учащать приступы мигрени. Нерегулярное питание, когда ребенок питается, пропускает обед – это тоже негативно влияет. Еще одна из мер профилактики мигрени – это не злоупотреблять анальгетиками. Но, с другой стороны, и не ждать эту боль, чтобы она сама прошла. Если боль больше, по 10-бальной шкале, больше 6 баллов, лучше ее обезболить. Говорят, что головную боль нельзя ни в коем случае терпеть, а ребенку, наверное, тем более, да? Это, наверное, про мигрень. Потому что есть головные боли напряжения, они не очень сильные, и они, там, 2-3 балла, их можно и перетерпеть. А вот мигрень лучше не терпеть. А есть какие-то обезболивающие для детей? Сейчас это продумано? В основном это ибупрофен и парацетамол, которые разрешены во всем мире. Цитрамон маленьким детям не разрешен, так как аспирин вызывает нередко побочные эффекты. И кофеин, который содержится в цитрамоне, он может при частом употреблении может вызывать быстрозависимость от обезболивающих препаратов. То есть детям ни в коем случае давать нельзя? Нежелательно, да. Лучше парацетамол и ибупрофен. А какое-то есть медикаментозное лечение от мигрени? Потому что, насколько я знаю, раньше вообще не было лечения от мигрени. Сейчас наука двинулась и есть возможность лечения этого заболевания? К сожалению, мигрень – это генетическое заболевание. Полностью вылечить его невозможно. Задача терапии – это снижение количества приступов меньше двух раз в месяц. Если приступы один-два раза в месяц, лечение не требуется. Обезболивается. Если приступы больше трех раз в месяц или затягиваются больше, чем на три дня, и в месяц больше десяти дней головной боли, то рекомендуется лечение. А скажите, пожалуйста, что может стать тревожным звоночком, чтобы мама или папа повели ребенка к неврологу? На что нужно обратить внимание в поведении, в здоровье ребенка? Что касается головных болей, если это впервые возникшая сильная головная боль, то, конечно, необходима консультация невролога и даже может быть неотложная. То есть, если первый раз приступ мигрени, он очень похож и на менингит, и на кровоизлияние в головной мозг, то здесь требуется неотложная консультация или невролога, или даже скорая помощь. Если приступы повторяются и примерно они одинаковые, то, вероятнее, скорее всего, это мигрень. А вот какие вы дадите рекомендации родителям для того, чтобы кровообращение мозга хорошо работало? Вы уже примерно перечисляли в течение нашей беседы, но давайте это соберем в такой небольшой список, и, может быть, наши родители запишут для себя ваши рекомендации. В первую очередь, это нормализовать режим сна. Во вторую очередь, это питание, разнообразное питание, меньше фастфуда. В-третьих, питьевой режим уже останавливался. Приучайте детей, чтобы они пили достаточное количество жидкости. Если они здоровы, то это им в пользу только пойдет. Активный образ жизни должен быть, чтобы они не засиживались за планшетами, за телефонами. И вели активный образ жизни. Развивайте мозг детям, давайте языки с детства. Это тоже влияет, да, на кровообращение? Конечно. Это, наверное, не на кровообращение, а на развитие мозга. Потому что чем больше человек владеет языками, тем медленнее прогрессирует болезнь Альцгеймера у пожилых людей. Тогда солимит себе бонжур, хеллоу, здравствуйте, здоровенькие булы. Мы будем разговаривать тогда на всех языках, чтобы не стареть, а только молодеть. И будем учить этому своих детей. И завершающий вопрос вам задам. Вот вы проговорили физические нагрузки, спорт. Вот если у ребенка есть мигрень или головные боли, можно ли ему заниматься какими-то физическими нагрузками и идти в спорт? Можно, но должна быть серединка. Потому что избыточная активность физическая может провоцировать и усиливать мигрени. Потому что, к сожалению, в спорте не рекомендуют питьевой режим. Многие тренера говорят, меньше пей перед соревнованиями, а это может спровоцировать мигрени. Поэтому, если ребенок справляется со спортом и у него приступы головной боли редкие, можно заниматься. Благодарю от всего сердца. Спасибо, что вы у нас есть. Спасибо, что вы дали нам свои рекомендации. Процветания вам. Ну а нашим детям здоровья. Дорогие родители, давайте все вместе поблагодарим Романа Петровича. Спасибо вам. Бесконечно можно смотреть на три вещи. Как горит огонь, как течет вода и как келинка работает перед Янешкой. А я предлагаю вам посмотреть на то, как работает мой соведущий Ренат. Уверена, что он вам расскажет что-нибудь новенькое. Всем привет, с вами Ренат Шигапов. У счастливого ребенка здоровый сон. Или здоровый сон делает ребенка счастливым. Думаю, верным и первое, и второе. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте, Ренат. Какой должна быть идеальная кровать? Кровать должна быть комфортной. Соответственно, она должна быть подобрана под рост ребенка и под его возраст. Кровати бывают разные. Из дерева, из ЛДСП. Главное, чтобы кровать была экологичного материала. То есть, если это ЛДСП, то категория Е1. Они без формальдегидов, безопасные для ребенка. Если это дерево, то с экологичной, опять же, краской. Кровати могут быть для маленьких, например, пониже, с бортиком. Могут быть в виде домиков, в виде машинок, чтобы заинтересовать ребенка и мотивировать его съехать от родителей. В них можно будет не только спать, но еще и играться. Для детей постарше выбирают размеры кровати побольше, соответственно, и повыше по высоте. А как правильно выбрать матрас? Нужны ли специальные ортопедические? Да, матрас должен быть ортопедическим, это обязательно. Опять же, он должен соответствовать возрасту и росту ребенка. Главное, чтобы он был в средней жесткости и комфортный. А какие наполнительные должны быть в матрасе? Для маленьких детей выбирают матрасы без пружины, с кокосовой прослойкой. Наполнитель может быть тоже разный, бипоролон, латекс, меморифом. Не критично, главное, чтобы он был без пружины, потому что дети легкие, и пружинные блоки не несут свою функцию. А для детей постарше выбирают матрасы уже с пружинным блоком, чтобы там ребенок уже потяжелее. Соответственно, при пружинных блоках он больше подстраивается под тело ребенка. Ольга, скажите, как часто нужно менять матрас, если ребенок еще не вырос и кровать менять не нужно? Ну, это на самом деле зависит от самого использования того же самого матраса. Если ребенок маленький, матрас не деформировался, потому что он легкий, не поменял свою форму, не появилось ямочек, то менять матрас в принципе не особо нужно. Потому что во многих кроватях используется под матрасом циркуляция воздуха, речное дно дает вот эту циркуляцию воздуха. Соответственно, если он в хорошем состоянии, зачем его менять? А вот когда он уже по весу станет потяжелее, вот тогда его нужно поменять на пружинный блок. Что ж, мне кажется, мы со всем разобрались. Спасибо, Ольга. А мы теперь давайте посмотрим, что происходит у Татьяны в студии. Смотрите далее. Причины ухудшения зрения – эффективные упражнения для глаз. Мы должны повторять движения вверх-вниз. Максимально вверх, максимально вниз. Лишний вес у подростков. Как бороться? Раз. Раз. Возвращаемся. Два. Два. Чтобы лучше слышать лор о здоровье ушей. Громкая музыка повреждает клетки внутреннего уха, которые отвечают за восприятие звуков. Родные, согласитесь, очень приятно смотреть на то, как работают другие. Но это приятнее делать, если у тебя хорошее зрение. К сожалению, сейчас очень много детей в начальных классах носят очки. И чтобы разобраться с этим вопросом, я пригласила в нашу студию врача-офтальмолога. Махпал Сабржановна Осаинова. Врач-офтальмолог. Профессии 8 лет. Махпал Сабржановна, здравствуйте. Я приветствую вас в нашей студии. Сегодня мы поговорим о детском зрении. Здравствуйте. И первый мой вопрос. Сейчас, к сожалению, очень много детей в раннем возрасте имеют проблемы со зрением. Какие причины у всего этого? Самая частая причина – это несоблюдение зрительного режима. Когда ребенок сидит без движения, малоподвижный образ жизни, на близком расстоянии, смотрит за гаджетами, за книжками, без разницы, чем он занимается. Когда он смотрит вблизи, без перерыва, это очень большая нагрузка на наш зрительный орган глаз. То есть ребенку рекомендовано читать или смотреть в гаджет близко и чуть подальше? За гаджетами можно смотреть или заниматься учебой хоть чем на близком расстоянии где-то 40-45 минут. Дальше мы должны сделать перерыв. Это значит, мы должны смотреть вдаль. Если будет прогулка на улице, на свежем воздухе, при дневном свете, это будет очень тоже хорошо. То есть то, что я вот так постоянно сижу в гаджете – это очень вредно, да? Да. Все, я теперь вот так буду делать. А еще какие есть причины ухудшения зрения у детей? Причины ухудшения зрения у детей – сейчас очень много малоподвижных образов жизни. Это тоже влияет, потому что наше кровообращение, оно тоже очень влияет на зрительные функции. Для того, чтобы глаз хорошо работал, у нас должны быть для этого некоторые, так скажем, условия. Это, во-первых, рабочее место ребенка. Оно должно быть достаточно освещено. В помещении должно быть хорошее освещение. И плюс еще на рабочем поверхности должна быть лампа. Это, во-первых. Во-вторых, должна быть правильный стул. У ребенка должна быть хорошая осанка, когда он работает, сидит. И между занятиями должно быть определенное время для того, чтобы глаза отдохнули. А наши глаза отдыхают, еще раз повторюсь, когда мы смотрим вдаль. А вот еще такое мнение существует, что если есть чернику, морковь и полезные витамины для глаз, то зрение улучшится или вообще даже восстановится. И многие родители своим детям дают такие витамины. Это правда или миф? Это правда, но, так скажем, не стопроцентная правда. Для того, чтобы поддерживать зрение стопроцентным или же улучшить зрение, одного черники не хватит. Если вы будете горшками есть эту ягоду, то, в принципе, от него лучше не станет. В меру все хорошо, поэтому можно употреблять чернику, оно полезно, да. Кроме этого, нужно соблюдать режим, нужно делать зарядки, нужно постоянно проверяться у офтальмолога, если есть жалобы какие-то. То есть вот это мое ведро черники, за которое я отдала 100 тысяч тенге, никак не поможет, да? Поделитесь, поделитесь. Я могу с вами поделиться, кстати. Вот вы говорили, надо проверяться. А когда лучше проверять ребенка, чтобы не допустить никаких ухудшений со зрением? Если ничего не беспокоит, это раз в полгода. Раз в полгода водить ребенка к офтальмологу? Да. Я не водила, не знала даже. Раз в полгода, потому что каждые полгода наш орган, глаз, меняется. Он развивается, и могут быть некоторые моменты, которые может упустить родитель. А как вообще нам, родителям, не упустить ухудшение зрения у детей? Такие небольшие рекомендации дайте нам, пожалуйста, вот примерно о том, что вы говорили, подальше держать, делать перерыв. Такой, знаете, чек-лист для наших родителей, чтобы они записали и запомнили ваш совет. Для того, чтобы не упустить этот момент, нужно следить за ребенком. Это значит, если ребенок садится перед телевизором очень близко, это говорит о том, что уже у ребенка снижается зрение. Например, если ребенок за телевизором сидел, на диване смотрел, а последующие месяцы перед телевизором сидит, это говорит о том, что нужно сходить к офтальмологу. Следите за тем, чтобы ваши дети за гаджетами долго не сидели. Да, это очень важный момент, потому что сейчас даже на улице, когда идешь, можешь идти в магазин, ребенок сидит в гаджете, возвращаться обратно, он сидит в гаджете. Вечером выходишь с детьми гулять, он тоже сидит в гаджете. Выходишь, уже идешь домой спать, он тоже сидит в гаджете. Сейчас можно и такую картину встретить. Да, это точно. Поэтому это очень важный момент. Ну что, дорогие родители, мы с Махпал Сабаржанной продолжим наш разговор, покажем полезные упражнения для глаз. А пока посмотрите, пожалуйста, рубрику моего шикарного соведущего. Многие дети страдают ожирением из-за малой физической нагрузки. Сейчас Людмила Мироновна покажет нам несколько упражнений, чтобы пробудить физическую активность. Вы абсолютно правы. Подростки со своим комплексом неполноценности в этом возрасте боятся заниматься физической культурой в каком-то публичном месте, в фитнес-клубе, даже на той же физкультуре. Поэтому я хотела предложить упражнения, выполняемые в домашних условиях. Вот здесь вот лежат у нас гантели. Это наиболее бюджетный такой вариант, когда ребенок занимается с отягощением. Очень важно при лишнем весе выполнять упражнения с отягощениями. Давайте перейдем к делу. Вы становитесь у своей степ-платформы, я у своей. Заходим с правой ногой на степ, потом левой ногой. Спускаемся правой ногой, спускаемся левой. Теперь чуть-чуть быстрее давайте. Раз, два, спускаемся. Три, нет, с правой. Правой, левой. Добавляем руки. Пошли. Правой, левой, правой, левой. Быстрей. Правой, левой, правой, левой, правой, левой, правой, левой. Следующее упражнение. Берем гантельки. И вот наш чемодан, либо скамейка. Выполняем то же самое упражнение. Сгибаем руки в локтях с гантелями. Давайте. Раз, два. С правой ноги спускаемся, гантели опускаем вниз. Так, пошли. Раз, два. Замри. С правой вниз. Пять, восемь. И раз, два. Вниз. Три. Нет, сразу. А, сразу? Раз, два. Вниз. Три, четыре. Раз, два. Правой, левой. Ну что ж, третье упражнение. Что будем делать дальше? А третье упражнение поработаем над приседами. Каждая нога будет работать отдельно. Поднимаемся на степ. И со степа вниз опускаем ногу. Раз. Раз. Возвращаемся на степ. Два. Другой ногой. Раз. Поглубже. Два. Еще. Раз. За счет платформы мы увеличиваем нагрузку. Ага. Мы не просто приседаем, мы еще поднимаемся вверх. Ух. Выдох. Хорошая нагрузка. Попробовал на себе. Что еще добавите? Ну, поскольку мы говорим о детях, страдающих лишним весом, и даже ожирением, необходимо обратить внимание на питание. Это уже разговор очень такой большой, подробный. Это может быть какой-то будущей болезнью. Тут фастфуд виноват. Тут и неумение контролировать еду, количество еды, которую он ест. Поэтому родители в комплексе с детьми должны работать над этой проблемой. Это реальная проблема. Спасибо за тренировочку. Уважаемые родители, заберите гаджеты у детей и позанимайтесь физкультурой. Ну что, дорогие зрители, я надеюсь, вам понравилась наша рубрика. А мы продолжаем наш разговор с Махпал Сабржанной. И прежде чем мы покажем вам упражнение, я задам вам еще несколько вопросов. Скажите, пожалуйста, вот если уже у ребенка появились отклонения от зрительной нормы, обязательно ли ему носить очки? Да, обязательно носить очки для того, чтобы помогать глазу видеть стопроцентно, если это возможно. Потому что для того, чтобы глаз развивался соответственно возрасту, нужно полноценное зрение. А еще есть такое мнение, когда ты носишь очки, то зрение может ухудшиться. Правдиво ли это мнение? Такое мнение существовало. Но в последние десятилетия у нас есть ряд исследований, которые доказывают, что нужно носить очки. С целью видеть на данный момент хорошо, для того, чтобы глаз развивался вместе с нами. А есть ли такие продукты, которые можно употреблять каждый день в пищу, которые доступны нам, и они будут улучшать наше зрение? Такие продукты у нас есть, их достаточно, так скажем. Эти продукты в основном должны содержать лютеин. Лютеин у нас содержится в шпинате, брокколи, в яичном желке. Вот так. И еще оранжевые продукты – это морковь, апельсин. Вот это все для глаз очень хорошо влияет. Здорово, я обязательно включу побольше этого в рацион своих детей и в рацион своей свекрови-генешки. Она у меня долгое время в очках, буду кормить ее морковью. Бешбармак отменяется. Теперь все, морковь, апельсин, что вы сказали? Шпинат, брокколи, все. Мамочка, держитесь. Бешбармак с брокколи. О, бешбармак с брокколи, шикарная идея. Вегетарианский бешбармак, назовем его так, да? А теперь давайте покажем упражнения, которые наши родители смогут использовать вместе со своими детками. Вместе с вами мы можем сейчас потренироваться. Хорошо. Упражнения, я думаю, что многим известно, но не устаем повторять. Это самые простые упражнения. Это даже вы можете использовать и ребенок, и взрослый человек. Для этого нам нужно сесть удобно. Все, я удобно сижу. Настолько удобно или... Упражнение делается на открытый глаз. Мы должны повторять движение вверх-вниз. Максимально вверх, максимально вниз. Скорость – это определяет сам человек, который вам необходим. Не нужно быстро, не нужно медленно делать. Для вас удобная скорость и максимальная амплитуда. Максимальная, насколько это возможно. По 10 раз повторяем. Это, знаете, как будто встретили подружку, которая оделась лучше тебя на это мероприятие. И такая... Да? Да. Примерно такая. Представляем, закатываем глаза. По 10 раз повторяем. И следующее упражнение – это движение глаз налево и направо. Это когда муж уходит, мы смотрим так, куда он пошел налево или направо, да? Да. И точно такое же упражнение, последующее два – это повторять движение глаз по диагонали. По диагонали? Это вверх-направо и вниз-налево. По 10 раз тоже. Это моя янешка так смотрит, когда я дома убираюсь во все углы. Ваша янешка полезными вещами занимается? Да? Ох, все тогда. Она, оказывается, о своем здоровье заботится, да? Да. Замечательные упражнения. Самое главное, они легкие и понятные. Их можно сделать с нашими детками. Мы благодарим вас за ту беседу, которая у нас сегодня получилась, за те знания, которые вы нам подарили. Мы надеемся, что вы, дорогие, любимые наши родители, возьмете это во внимание, наклейте зеленые кружочки на все окна, и у ваших детей будет потрясающее зрение. Такс. Зрение, слух, осязание, обоняние, обаяние, интуиция. А что-то она у меня сейчас не работает и не подсказывает мне, о чем будет следующий сюжет Рената. Ну, что я тяну время? Давайте вместе с вами посмотрим, что там будет. Здравствуйте. Здравствуйте. Что-то плохо вас слышу, наверное, из-за наушников. Что вы сказали? Здравствуйте, Ренат, говорю. Ой, здравствуйте, Динара. Сейчас дети громко слушают музыку в наушниках. Как это отражается на их слухе? Любой шум интенсивностью более 80 дБ негативно влияет на слух. Громкая музыка повреждает клетки внутреннего уха, которые отвечают за восприятие звуков. В результате чего при длительном прослушивании может возникнуть частичная либо полная глухота. Потери слуха? А как это предотвратить? Ну, необходимо соблюдать определенные профилактические меры. То есть, во-первых, слушать не более 60 дБ и выше, делать определенные перерывы. 60 минут и не более слушать. Вы слышали? 60 минут, не больше. Динара, такой вопрос. С какими заболеваниями ушей у детей и подростков к вам обращаются чаще всего? Наиболее часто встречающиеся заболеваниями у детей является острый средний отит. Это воспаление среднего уха. Это объясняется анатомо-физиологическими особенностями. У детей слуховая труба до 7-летнего возраста мало функционирует. Есть какая-то профилактика этих заболеваний? Да, все виды профилактики, которые повышают иммунитет, здесь можно использовать. Первое – это своевременное лечение заболеваний носоглотки, своевременная вакцинация по календарю прививок. Также немаловажную роль играет правильное питание, здоровый образ жизни, закаливание. И умение учить правильно сморкаться детей. А вот хронический отит, он лечится? Вообще хронический отит, он поддается лечению только оперативным методом. В качестве профилактики необходимо избегать попадания влаги, воды в уши. И, соответственно, вовремя лечить заболевания носоглотки. Какой должна быть правильная гигиена ушей? Часто говорят о том, что нельзя использовать ватные палочки. Это правда? Действительно, использовать ватные палочки не рекомендуется, так как ухо – это является самоочищающей системой. Сера выделяется в процессе акта жевания, жевательной мускулатуры, и наружный слуховой проход, он, реснички, выталкивают саму серу. Сера засыхает и сама отпадает. Если же вы начинаете пользоваться ватными палочками, то вы можете усугубить утрамбовую серу, в результате чего образуется серная пробка. А как она самоочищается? Мы же с детства используем ватные палочки. Самоочищается в результате акта жевания, глотания, то есть в результате жевательной мускулатуры сера начинает выдвигаться вперед благодаря ресничкам наружно-слухового прохода. Спасибо, Динара, за прием. Друзья, думаю, чтобы ребенок вас слушался, нужно, чтобы он вас хорошо слышал. Я прощаюсь с вами до следующей недели. Здоровья вам и вашим детям. Если интуиция меня подводит, то чувство равновесия подводить не должно. Нам, родителям, необходимо твердо стоять на двух ногах и учить этому своих детей. Кстати, дорогие родители, попробуйте это упражнение сделать со своими детками. Оно смешно называется «Петух стоит на одной ноге». И вообще, я рекомендую вам больше смеяться. Это была программа «Детский доктор». Я ее ведущая, Татьяна Турлай. Увидимся на следующей неделе. Слава Богу нас, да, родные!